В этом матче вторая карта подряд нет. В банах этого героя нет, в пиках Снэпфайр. По-позже мы увидим. Странно, странно. Но хотя там я увидел одну из команд, сейчас скажу точно какой. У ребят из Boom, у Снэпфайр за 8 игр винрейт 12%. Это... 19? 12. А, то есть это одна игра? 8 игр сыграно. 8 игр, 12. Ну, одна игра из 8, блин. А, ну да, да, да. Это, конечно, странно. Я, не знаю, я как за Снэпфайра смотрю, обычно, ну, либо этот герой выигрывает, либо этот герой долго терпит перед тем, как проиграет. Да. Я тоже так думаю, что Снэпфайр герой очень хороший. Хороший, практичный. Так, ну что. Мангас решили сами теперь со Спектра у нас поиграть. Спектра, Феникс. Станов пока 0 в команде. Сразу думаем на тему пика Шторма. Войд Спирита, Квапы, Пака. Вот чего-то такого, наверное. По поводу Снэпфайра. Вот, кстати говоря, против Феникса можно было бы через Снэпфайр поиграть, но... Уже, к сожалению, некуда ее воткнуть. Надо уже двух сильных коров добирать бумом, потому что против Спектра они будут играть. Антимем. Ну вот, кстати говоря, об отсутствии каких-либо Станов. Пики Мангас. Сразу же пикается антимаг, которого нечем контролить. Антимагу, хорошо, здесь прям... И Марсу можно ману выжигать. Марс очень над маной зависим. Если Марс оставляет без маной, каждый раз в драке, то... И у него монопол не сказать, кто прям большой. Маленький монопол, да? Маленький монопол, там по факту на прокаст, может быть, два крита. Копьем. При этом бан легионки, то есть считают, что Марс может отправиться и в мид. И к антимагу могли бы взять легион командера, которая, по сути, антимага, это контрит. Потому что его контрспелл не работает, так как ожидается от него. И дуэль все равно проходит. А ты думаешь, что это за Марс? Может, это и правда не Марс, не на сложную пойдет, а Марс пойдет на мид, если так уж получается. Она сложная, она сложная. Я не думал, что Аббит играет на Марсе. Не видел ни разу. Аббит, наверное, сейчас на какой-нибудь тампларочке выйдет. Это опять-таки не стан. Ну, просто как-то закрыть карту тоже. Рошана подконтролить. Антимагу тяжело против тампларки играть. Не, вообще тут баны такие, да. Слушай, ты, может, прав. Баны легионки, баны Слардара. Что это вообще за баны? Я не знаю. Я не уверен, что Аббит будет Марсом играть. Тут у нас баны мидеров. Минус инвокер, минус шторм. Шторм грамотный бан, потому что когда у тебя, ну, уж совсем нет контроля, то против шторма тяжело. И плевать, что он с антимагом там в одном пике, что вроде бы и тому, и другому герою фарм какой-то нужен. Ну что, какие варианты? Можно взять что-то для такого откровенного, ну, спейс-креейтинга для антимага. Можно взять какого-то, опять-таки, Воид Спирита. Для Воид Спирита тоже игра очень хорошая. Можно даже Эр Спирита на мид взять, если не страшно, если есть такой герой в пуле. Можно попытаться украсть темпларку, например. Она тоже и антимагу поспейсит, и сопернику темпларка не достанется. Сигнатурная темпларка для Абидо была бы. Ну, надо посмотреть, как смогут таймонкасс справлять все это, что с антимагом будут делать. То, амонкасс появится, чтобы ситуацию резко изменить-то в драфте. Конечно, круто. Гримстроук, Тайтхантер. Линия очень получается комфортная. Тут просто The Full Dragon Knight. Full Dragon. Я Манки Кинга давно не видел. Может, Манки Кинга в мид поставить Драгоннайту? С Марсом сочетается. С Фениксом можно будет играть вместе. Манки Кинга. Да можно, но тут просто очень тяжело исправлять драфт, добирать какие-то станы сейчас на мид. Но вот какие ты станы на мид доберешь? Вот, кстати говоря, сам ДК, может быть, неплохо бы смотрелся для Мангас. Я так подумал. Если бы они бы все-таки его забрали, допустим, да, не Бума, вы его взяли. Не знаю, может, это воровство в обл. Такое грязное, грязное. Аббит на Батрайдере. То есть все-таки Марс 3, Батрайдер идет к Драгоннайту. Понятно, что Драгоннайту там может быть сладко. А мне кажется, это сейчас туда поставить. Ну, это хороший вариант будет, да. Вообще легко, кстати. Это прям фаталити, может быть. Ну, не фаталити, но, по крайней мере, там выстоять можно. ДК-то вообще не постоит там. Не должен, во всяком случае. Думают. Думают, что делать. Может быть, Микота говорит, да, нормально, я на Драгоннайте поиграю. Не волнуйся. Сейчас посолю парня. Да мне все равно, против кого стоять. Мне она плевать. Ну да, в итоге Микота на Драгоннайте, ФБЗ на Тайтхунтере. Так, стоп, ФБЗ на Тайтхунтере. Ну да, да. Ну что, здесь по драфту не все так очевидно, да, получается? Вот этот антимаг. На предыдущей карте не было все очевидно. Тут тоже, как бы, борьба. Борьба, возня. Предположительно, Батрайдер должен мид вынести вообще просто в кашу. Спектра, Оракл против Тайдами Раны. Ну, там тоже пофармят, скорее всего. Не думаю, что... Ну, там 50 на 50, я думаю. Вот, а вот Марс с Фениксом против антимага. Вот, короче, вот эту линию надо бумом отстоять максимально хорошо. Чтоб антимаг не на 10-й минуте с Момом в лес ушел. Или, там, знаешь, на 7-й минуте с Маской голой. Вот, а чтобы хотя бы у него было там ПТ, чтобы какой-то бэф у него появился, может, к 15-й минуте. Короче, так надо постоять. Значит, будет тяжко. Так, и коэффициенты на этот матч. Монкас 1.25, бум 3.7 от Вулканбет. Но это на матч. Но на карту коэффициент не изменился. Монкас 1.8, бум и 1.94. Что тут по-прежнему равенство. Просто тяжело предсказать, что на второй карте в итоге может произойти. Как антимаг отыграет, как Спектр с другой стороны может отыграть. Насколько Аббет окажется просто сноуболищем героем на Батрайдере. Или нет. Или наоборот, он сейчас мид стоит средненько. И от Батрайдера мы ничего особо не увидим. Много вопросов. Пока пауза. Пока пауза. Никто вроде не сконнектился. Только от Аббета какие-то были проблемы на стадии драфта. Ждем. Ждем команду бум. О, ну вот. Понятно, у кого проблемы. У нас сегодня настоящий день финалов. Потому что после Азии начинаются финалы Европы. А после Европы и СНГ начинаются финалы Америки. В Америке уже тем более известен матч. И как я понимаю, только в регионе Азии сегодня два матча играются. В остальных регионах по одному матчу. В Америке QNC Crew против команды Zero. Zero это команда с Envy. Envy, кстати, на кэри. Ну, в общем, вот этот Envy опять товарищ. Про него все забыли. А он там вроде в финалах каких-то играет. Хоть и в регионе Северной Америки не самый сильный. Но все равно. И в Европе и СНГ у нас финал Викингов и команды Liquid. Ну, в общем, это было ожидаемо. Я думал, правда, что команда Live to Win и Големы пройдут подальше. А они в первом раунде вылетели обе. Притом Големы вообще от NIP вылетели. Там, конечно, очень был странный матч. Я его смотрел, комментировал. Големы сами этот матч отдали. Могли его 2-0 закрыть. А в итоге проиграли по 1. Ну, так бывает иногда. Голуб пишет. Бумы. Жалко, что гримстроука нет. В принципе. Ну, он типа уже, видимо, reconnect. Говоришь, что пацаны reconnect. Поехали смотреть. Бумы, MRC, вторая карта. У команды бум больше нет права на ошибку. Но у них в целом неплохой драфт. Antimag идет на мид. Внимание. Dragonite идет на легкую линию. Вот. Мы почему-то решили, что раз Dream Asale на Antimagy, то это точно Antimag легкая. А тут неожиданный ход. Неожиданный ход. И, конечно, особенно неожиданный для команды Monkaz. Я не уверен, что они рассматривали Antimagy в миде увидеть. А насколько Antimagy в миде сейчас батрайдера задушит? Antimagy, что настолько классно будет стоять в Force? Но у него хотя бы Escape есть в виде блинка. То есть он, по идее, там не должен проиграть линию в салат. Но из-за того, что Antimagy будет в миде, мне кажется, кайфанет Марс на ботине. С Фениксом они хорошо свою линию отстоят. Там против Antimagy может хотя бы прожечь ману Марса и стоять, потом качаться. А ДК что может? ДК может как бы вот пыхнуть на него огнем разок. Ну ладно, может за счет пассивки, там за счет Хапоригена сможет выстоять. Любопытно, конечно, посмотреть на Antimagy в центре. Это в целом не то, чтобы какие-то вызывают, понимаешь, там, типа удивление, типа, вау, Antimagy, мид. Уже насмотрелись в этой доте всякого. Но то, что это вот прям объективно правильное решение, сказать пока нельзя. Команды Буф. Спокойное начало. Контролятся руны. В аккуратной позиции Микота. И пока ребята только могут догадываться, какие будут линии. Батрайдер спокойненько стопит крипов в ожидании. Увидит там Драгон Найт и сейчас ему объяснять. На линии стоять. А тут появляется Antimem. Antimem. Рядом бегает Grim. Он здесь забыл, интересно. Без вардов, просто Grim. Что убить хотят? Не смогут. И Батрайдер начинает плеваться. Нет, все-таки хотят что-то сделать. Какая-то дабла получается. Будто ребята с легкой линии просто на мид пришли, знаешь. Как ни в чем не бывало. Очень похоже на такую стратегию. Стоят вдвоем. Antimagy сейчас Grimstroke будут саппортить. Единственное, крипов на миде не подводить. Они не хагрятся. Они этот экспы не получат вообще. Этот добивает рейнджа. Ну да, что-то очень странное. От команды Boom. Такое ощущение, как будто их поплавило просто. Ну ладно, мы сейчас шутим, а вдруг они выиграют. Нет, нет, нет. Мы пока смотрим. Мы пока смотрим. То есть, если Grim будет доминировать. Пусть будет так. По уровню, да, будет Antimagy немножко проседать. Но если будут фармить, то и ладно. Что-то... Ну у Драгонайта я не думаю, что будут проблемы. Это же Драгонайт. Ему по факту вторую пассивку взять и все. И он становится наподобие вот этого Тильберсоу. С хорошим регеном, с хорошей броней. Какого-то бёрст урона я здесь не наблюдаю. Марс там будут критовать, конечно. Будут копи кидать. Ну, страшно для Микота, у которого будет вторая пассивка. Там пару брейсеров может быть. И... А главное, если тебя там потахарасили как-то сильно, ну, немножечко здоровья восстановить при помощи тангусов или там фласки, чтобы, ну, ты не стоял на лоу хп. Ну, нормально его закидывают с полами. Вторые лвл А появились. Отзонивают просто от крипов. Ну, на центре продолжается дабла вот это стоять. Оракул убивает на топе. Тайтхантер вместе с Мираной. Хайт попадает стрелой. И это позволяет ВБЗ кашем, я на хардсмэшем сделать убийство первое на второй карте. Короче, не знаю. На центре мне СТС. Часто говорит, Лабид, скорее, не нравится. Абид здесь уже без ресурсов остается. Боттл привез. Ну, особо восполнить манну не сможет. Антимаг фармит. И Оракул говорит, ладно. Давайте, во-первых, забудем Боттл. Во-первых. Во-вторых, будем стоять 2 на 2 здесь, что не проблема. Драгонайта убили снизу. Получается наказать Феникса. Драгонайт очень хотел получить уровень 3. Он его получает. Теперь будет попроще. Но максимальный Монкас. Пытались Драгонайт отгонять от крипов, чтобы этот уровень 3 как можно позже он взял. Взял ценой своей жизни. Это размен. Но Драгонайт уже корпозиция. Размен выгодный для команды Монкас. Оракул просто приехал в итоге на мид, чтобы Боттл заобузить. И пошел на топ. Абид остается здесь против антимага дальше стоять. 5 стаков напалома. Моментальный блинкаут. Ну да, вот сейчас смотришь. Наверное, Гримстору уже начинает опыть здесь просто воровать. Антимага есть уже возможность от напаломов уходить, если что. И... Теперь антимагу уровень просто нужен. Что, может быть, Гриму и правда пора пойти как-нибудь погулять. Ну или пойти постакать, я не знаю, чем-то заняться. Он просто реально стоит, часов отворует, все. Плеваться здесь не надо. Напасть на Батрайдера через Инксвелл. Ну я не думаю. Только с ним она выжить. Только единственный разумный вариант. Кажется, что-то такое планирует. Потому что антимаг... Да-да-да, смотри, он берет блинк. Точнее, берет второй монобрейк. Просжигает ману. Вроде нормально. Сейчас четвертая минута. Надо руны контролить. Слушай, вот как удобно. И руны контролить не надо звать саппорт. У тебя уже... Он уже на миде стоит. Так, в топ выходит. Но он не успеет. Иначе он очень много маны потеряет. Аркейн руны. Ну да, действительно, ДК качается на боте. Их спу, по крайней мере, получает. Мирана приходит в бот. Тайда ставили одного в топе. Он там уже свое получил. Его отсюда выгнать не удастся. Это 100%. Ну а Марш старается какие-то пульчики делать. Там стаки. Быть полезным. Грустная пока ситуация для Монкасса. Спектра на топе. Мягко говоря, не кайфует. Мягко сказать. Зато Тайтхантер стоит и просто все добивает. Он тут и спектр уже как репа, похоже, видит. Идет и за ней. Он не убьет ее сейчас? Убить-то не убьет, но мы видим, какая грустная ситуация. Спектр ведет себе бруссворд. Теперь Блотмейл прям покупает вообще без ботинка, без рейсбэндов. Там без всего. Чтобы урон себе хоть немножко прибавить. На руне настоящая битва. Хайт с липами. Но липов-то не так уж и много. Еще один лип аут. С три стаков. Спиритов закинули. А на базе? Живет на базе Хайт. Рейндроп покупает себе. Руну ворует Марч. Тримасел получает в итоге. Хайт сэдикт не может бить. И оракл улетает. Улетает, правда, на базу. И на линию полетел. Можно было бы, наверное, и на линию прилететь. Там 100 маны еще было. Но решил на базу. Бежать придется. Теперь на линию долго. У него ботинка нет. И смог покупать какой-то ник. Но у Марс снизу хорошо стоит. Да, это хорошо, что у Ку-Ку тут тоже комфортная линия. Но и Драгонайт, не сказать, что сильно проигрывает. Опыт он здесь получает в одно лицо. В итоге пятый уровень. И пока наблюдает. Атака от Батрайдера неожиданно. Стан. Но Микота тут и вот не сочтены. Тут лосо еще будет в запасе. Поэтому уже никак. Уже никак. Минус Драгонайт. Хорошее перемещение от Батрайдера. Вот так и нужно будет играть в таком стиле. Батрайдер сейчас настакивает. Максимально пытаться Батрайдера делать большим. Реведж на топе на Спектру. Залетает и стрела. Плевок от Гримстроука. Инксвелл еще и был в запасе. Но он уже и не пригодился. Взрывается Инксвелл. Крипов рядом. Героев нет. И потихонечку Тейтхантер под катапультой. Под тиммейтами. Пушат. Готовые Марчи побить. Марч пришел. Фейтседик спасается от магии полностью. Телепорт тут Феникса. Феникс напутает и убивает. Вроде пока с Пушем справляется. На Нетворце перейдем. Ну и видим, что антимаг на центре постоял. В принципе, не хуже, чем бы поставил на легкой. Ну да. Вполне хороший фарм. Да и самое это важное, что Батрайдер не то, чтобы там супер много вынес с этого лайна, понимаешь? Правда, Батрайдер приходит в бот, убивает от Микота. Который на Трэгонайте играет. Монавойдом должны Батрайдера убить. Пам. Нам. Плюс 200 голды для антимема. Ну что, антимем кайфует. Седьмая минута. ПТ маска. Постепенный выход в Battle Fury. То, что нужно было команде. Бум. Ну а Спектра, конечно, втерпливает очень сильно. Дисперсия. Как Спектра вообще может качаться здесь? Надо очень активную игру сейчас Эмангаз демонстрировать, чтобы Спектра, ну, во-первых, фармило больше антимага. Хотя бы, ну сколько-то. Хотя бы сравнительно столько же, сколько антимаг фармит. И постоянно Хаунтен и Жемала реализовывал их. Что-то в данный момент на седьмой минуте я могу сказать, что прям, ну, все очень плохо у Эмангаз. Тут вот, что может измениться. Шестой уровень Феникса, шестой уровень Марса. И Бэтрайдер с траволами. И тогда уже что-то может интересное выйти. Пока у нас у Бэтрайдера сколько? Две шестьсот. Да, у антимема три шестьсот. Разница очень суровая. Ну и плюс Аббат, мне кажется, не совсем игрок вот для таких вот героев. Ну, смотри. Дота плюс у него не особо высокого уровня. Наверное, да, какая-то Тепларка, как ты предлагал. Или там какой-то Войт, Спирит, Эмберспирит. Это больше его стихия. Микота. Лассо. Слушай, а ТП можно нажать? Нет, там копье будет. Нельзя. Еще и фраг оставляет Аббеду. Аббеду пытается максимально расфармить. Я вот прям вижу, как хотят из него сделать флаймейкера, который будет с хорошим нетворством душить. Может быть, не только Драгонайт, он там и антимага в какой-то момент ловит. Если контурспелл не успеет, то нажать и пытаться за этот контурспелл за лассо убивать, потом давать копье. На деле видим, что бумы пока не сильно отрываются. Я так смотрю просто на всю ситуацию. На карте оказалось, что тут уже не тысяча, а тысяча три. Всего лишь тысяча золота. Аббед профармливает не только линию, но теперь еще и на леса перемещается. Тревела меньше тысяч остается дофармить спектра. Пока. Один из худших героев среди всех коров. Хуже только Драгонайт. А тут 3200. Антимаг 4200. Тайтхантер 4600. Будет ФБЗ с Аур начинать. И пайп какой-то потом не помешает. Я вот подумал, алибарда. Алибарда здесь вроде как не нужна будет, айдхантеру. Вот нет таких героев, которые пьем. Прямо руками бьют. Типа Свена, например, или там тролля. Так что, алибарда здесь необходимости я не вижу. Антимаг кайфует. Геймплей пока понятный. Какой геймплей? Фарми лес. Приходи время от времени линию, толкай. И фарми свой Баттлфюри. Спектр с Блэдмейлом. А он не прокачивается. Фармится стаки под Блэдмейлом. Ну, честно говоря, со скрипом. Ой. Ой. Ну, как-то вот по чуть-чуть. Но учитывая, что тут три стака, то, что этот Спектр профармливает вообще, это удивительно, я бы сказал. Так что... Ну, Блэдмейл плюс Дисперсия. Ну, это круто. Удивительная комбинация, да. Не, ну, я понимаю, но все равно так прикольно получается. Вот тут без Уракла бы ничего не получилось, конечно. Батрайдера потеряли. Потеряли Батрайдера. Арена от Марса не позволяет совершить размен. Это не было нападение от команды Монкаса. А Монкас защищались. Точнее, это было неудачное. Ну, 700-800 сотен заработал Ниньодрим. И вырвался резко на третью строчку. Перегоняй теперь Батрайдера и Марса. Марсу здесь, может быть, придется становиться таким полноценным кэрри. Даже. С Дезолятором, с Блинкдайгером. Но пока стоит призадуматься, да, о Блинке в первую очередь. Арены нет. В миде очень много героев команды Бум. Телепортируется Батрайдер. Пока что без траволов. Хотят цепануть здесь Гримстроук. Отличная граната. Кискьюд умрет. Неплохо получилось. Неплохо. Сектра до тех пор у нас без хаунта. Она вынуждена была там в нож в 4 взять дисперсию в 4, чтобы эти стаки энджентов профармить. И вот только сейчас у нее хаунд на 9 появляется. Арена 30 секунд. Можно ее где-то нажать и за хаунд попытаться убить. Тем более, что там реваджи нет. Как-то ФПЗ, не знаю, мне кажется, немного переоценивает себя. Мне кажется, ничего не переоценивает. Лассо, давайте понимают, на него никто не будет. А что ты ему сделаешь без лассо? Без контроля. Наверное, даже больше без демэджа ты ему ничего не сделаешь. Лассо он тебя сбросит. Ну да, да. Ну я говорю, что лассо тут дать не можешь, демэджа мало. Наплевать ему. Наплевать, что это мотает хантеру. Гигантский спейс для антимагов. Просто такой спейс, который не в каждой игре в Хэри может получить, а тут еще и антимаг. Без него играют. В комфортном темпе. Счет 7-5. И рано тут Юльчик пытается себе подфармить. Ну а с другой стороны спектра, которая после пледмейла с фейзами. Дальше дефолт манта. Манта, скадим. Нечто подобное будет в очередной раз покупаться от спектра. Фейсбут у Марса. Пока очень много дешевых предметов куплено. Ждем Блингдайгер дальше. Ждем Блингдайгер. Какое-то решение проблемы там. Против Дригонайт и Гриммстрока хотя бы эти герои попытаться убивать. Ну и антимага можно ловить. Как я и говорил, если попасть копьем, дальше антимаг прилетит в Лассо. И уже скорее всего его просто не отпустят. Все это и под яйцо Феникса, разумеется. Хайт прячется. Бочка. Лассо есть, но не успевает. Хотя бочка была очень классная. Прям подтолкнул Мирану поближе к себе. Но Мирану уходит. 2000 уже перефарм. Антимаг почти с Баттлфьюри. Так, там Марс где-то арену ставит. Арена была на миде. Но в итоге это приводит к тому, что умирает Феникс. И у Марса пока такая непонятная ситуация. Аббет летит, Лассо давать не хочется. Он и не будет давать Лассо. Просто ударами, даже без фаерфлая фраг делается. Разменяли арену реведж и саппортов. Я думаю, что для Монкас это волнел. Достойный размен. Реведж подороже будет. Айтхантер будет опаснее. Учитывая, что тут размен Феникса на Грима. Нормально. Нормально. Хотя бы так. Понятно, что Феникс четверка, а Грим пятерка. Но тут уже выбирать не приходится. В конце концов, спейс не только антимаг получает на карте, но и спектра получает пространство. Никто ее не трогает. Никто на нее реведж пока не даст. Да, на этой карте может быть так же, как на предыдущей, только наоборот. Когда спектра и тролль более-менее одинаково фармят, потом у тролля появляется БФ, и он резко вырывается вперед. Здесь у нас антимага на 13-30 БФ появляется. И спейс для антимага, он, наверное, в два раза дороже, чем тот же самый спейс для спектры. При условии, что один и тот же герой фармит, антимаг фармит в полтора-два раза быстрее, наверное. С спектра. Мидас на ДК. Вот, блин, любят они эти медасы в бумах. Что на Слардаре, что на ДК здесь. Зачем ему медас вот в этой игре? Тут же все строится вокруг того, что антимаг сейчас 30 минут еще пофармит и выиграет игру. Ой, ну что это? Заташик варен. Назад! А копье будем давать, нет? Назад-то назад, а убить не могут вообще его? Вроде смогли. Там копье сейвил Куку до последнего момента, поэтому... Да, прикольно получается. Батрайт говорит, так, не понял. Ты куда? Убивают Драгонайта. Антимаг с Баттлфюри продолжает пылесосить леса. Я думаю, что отрыв будет, конечно, увеличиваться. Там уже почти тысяча. И он будет все больше и больше. Спектра Хаунд остается. Спектр есть Яши. Рецепт, видимо, там летит уже на манту. Нормально, Спектр держится. Я думал, что Манкас карты будет потяжелее идти. Пока еще справляются за эти 15 минут. Батрайдер почти с Блинкдаггером. БКБ дальше будет. Понятно все. Я думаю, что от Батрайдера реально будет вариант. Либо там как-то антимага пытаться убивать на это чудо. Либо более реальная цель это Драгонайт. Пока бьют Марса. Марс пришел на руну. Марс ее даже забрал. Но в итоге умрет. Слишком много героев тут оказывается противника. Мановой. Это Дримасела. Хоть и монопул у Марса небольшой, но урона хватает. Было буквально 40-50 хп. Антимаг получает копилочку фраг. И вот уже Яшу после бфа можно покупать. Ну что, пойдем опять? Драться. Надо бы. Батрайдер уже может купить себе Блинк. Не знаю, почему он его игнорирует. Перфект. Стрела. Игнорируют Блинк обычно на Батрайдере, когда ты играешь против Легионки. Против какого-то Оракла тоже. Вот, но на второй позиции тоже, на самом деле, очень часто берут БКБ. Но здесь вот немножко, мне кажется, ситуация не очень подходящая для БКБ. Просто потому что поактивнее бы играть. Вот. И за счет Блинка можно цеплять и ДК легко, и антимага легко можно цеплять. А так он БКБ купит. Ну да, он будет выживать в драках. Но он сможет ли вообще обет эти драки начинать? Просто так-то я не против, чтобы, ну, типа, БКБ покупались при равных играх. Но тут пока... Ну ладно, тут, в общем, пока Спектра не сильно отстает от антимага. Вот-вот Манта появится. И Ульчик Кумираны. Выходит в топ от антимага и Гримстроука. Ну, здесь уже только Гримстроука разве что убивать. И, конечно, Марс в инвизе с дайгером, с дабл-дэмэджем смог ревилиться. Я, кстати, бежалку дальше. Че, Гримстроука попробуй убей. Ночь на дворе, Айнксвелл нажимает. Но нет, все-таки уже найдут. Найдут этого товарища. Грамотно Куку уворачивается. Никто не будет Гримстроуку десейвить. Никто даже не попытается прийти, контратаковать. И Марс даже капью не дает. Да, на Абеду пытается максимально много отдавать. Мы же видим, у нее 7-2-0. Не потому, что он такой красавчик. И поэтому тоже, но очень много фрагов реально ему оставляли. Чтобы он мегал без ассистов. Тот же Марс со счетом 1-1-6 бегает. С другой стороны. Форстаф от Райдера. Так, он его продает. Купил и продал. И покупать решил БКБ. Без блинглагера. Спектра с мантой. Мантимаг отрывается понемножку. Но пока еще отставание не критично. Это не 5, не 6 тысяч. На один какой-то тер-1 предмет совсем немножко. По уровню Спектра немного проигрывает. Оно и понятно. Мага крипов там побольше. Это логично. Так, снизу какие-то телепорты точные. Пока Марс, Спектра. Здесь не очень много героев. Спектра, конечно, выходит. По сути, если бы мы знали всю ситуацию, могли бы сейчас и напасть. Через Райвач, через Блингдайгер Тейтхантера. Но пока просто наблюдают. Вижен хорошего Манкас. Варт у них стоит. Они тут видели перемещение на вот этих кемпах. Понимали, сколько там героев находится. Мунлайт. И бумы... Да, бежать-то. И котами дайсик надо скинуть. Побежали в лес чужой. Там никого нет. Но встреча может быть. Ку-ку. С руной невидимости. Интересно. В центре стоят. Врывается ФБЗ. Опять же, на него нападать... Не знаю, насколько логично будет. Но... Санрей. Прилетает Спектра. ФБЗ пытаются убить всеми силами. Санре им жгут. ФБЗ. Ну, слушай, ведь убьют. Ведь убьют. Потому что здесь больше никого и не оказывается. Если бы здесь, конечно, были игроки Бум, то там Тейтхантер Брэвич нажал. А так он понимал, что бессмысленно это делать. И Монкаса очень красиво исполняют. Прям четко момент прочувствовали. И два убийства это ладно. Но если еще Рошана заберут, то это будет, конечно, серьезнейший удар. А ведь заберут. Манта сейчас появится у Инью Дрима. А Манта плюс Дизолейт против Рошана. Сам знаешь, как жестко работают. Ну вот. И нас на ДК купили. По карте не бегаем. Сами первыми не нападаем. Получаем то, что получаем. Инья Дрим забирает Аегис. Цепанули еще игрок Тимстрока здесь через Юльчик Феникса. Сейчас Пит будет умирать. Антимаг, конечно, пытается. Пытается изо всех сил. Вырывается вперед. 12 Канетворса у него. Дримацел, конечно, может зажечь в этой игре. И для него эта игра должна быть более-менее комфортной. Но если команда продолжит вот так вот умирать просто раз за разом, то один Дримацел не справится. Опа. Микота заметили. Микота бедный с Мидасом. Все еще бегает. Ничего даже пока не купил. И Мидасик у него постоянно оказывается не в кулдауне. Это плохо. И эффективность Мидаса просто уничтожаешь сам себе. Приди ты в лес, нажми куда-то. Ух. Микота. Скинеми Дас. Наконец-то. Просто ты там 20 секунд бегаешь, все. У тебя эффективность лотка падает. Тебе нужно, чтобы окупить его, соответственно, там 20 секунд. Там, 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 это уже там 2-3 минуты ты накопишь себе. Это плохо. Патрайдер. Уровень 15. Мак, Манта, БФ и 2-200 уже. Но мы от Римаселла пока не видим активных действий. Он продолжает 20 минут просто фармить лес, хотя имеет классный фарм. Но гарантия, то, что он ворвется в драку, не получит, как-то случайно лосо и умрет, вообще нет никаких. 1700 хп, это легчайший фраг может быть. Реально за контроль, там, лосо-копье. И не факт, что Тейт Хантер поможет своим реведжам, потому что Батрайдер будет в БКБ. Что не все так просто, не все так логично. Марс в БКБ, видим, тоже скоро будет. А там реведж, он малоэффективен, может быть. Да, там элементарно спектра просто прыгнет на каких-то героев, убьет их, и ты потом на антимаге будешь там 1х4, 1х5 сражаться. Ну, ладно, типа 3х5, там, 3х4. Это не очень удобно. Ну, вот Райдера вот-вот должен блинк появиться, ребята, штурмует Т2-вышку в боте. Ответить чем-то подобным бумы не могут. Но они очень далеко от Т2-вышки, которая в топе. Тут Гриф жмется, но, слушай, вообще, может быть, все-таки и смогут. Марш подхиливает спектру, которая втанковывает здесь вышку и бьет ее руками. Ой, какая пауза неудачная. ДК нажал форму. Но, по идее, сейчас в интересах Among Us задефать вышку в топе через Хаунд, мне кажется. То есть, как бы туда сейчас подбегают Бэтрайдер, Марс и Феникс. Оракл должен заранее сделать ТП на Т3. И Хаунд спектры дать Вижен цепануть в лассо, я не знаю, ДК, наверное. Постараться убить его быстро, потому что, ну, антимага без Блинкдаггера ты вряд ли сможешь схватить на Бэтрайдере. Вот. Ну, а там дальше как пойдет. Кого за Хаунд зацепят, того убьют. Че-то за пауза? Не знаю. Он кассу у них? Ага. И снова равная вторая карта. Снова у нас 20-я минута. Я вот на прошлой карте говорил похожие слова, что непонятно пока кто победит, потому что класс очень шатко и с одной и с другой стороны. То есть в какой-то момент очевидно мы увидим драку 5 на 5 и очевидно кто-то эту драку крупно проиграет, и тогда уже будет понятен тренд. У Бума в случае проигрыша всегда будет вариант просто антимагам толкать линии постоянно, не позволяя даже противнику к базе подойти. Можно будет крипов там съедать, идти фармить дальше лес. Так что всегда будут варианты в эту игру вернуться. Ну вот есть Спектра, которая много нафармила, которая все еще слабенько отстает от антимага. Отставание это очевидно, но оно весьма маленькое. Хаунд, врыв на ФБЗ, в арене Солбайн кастуется, Гримстроку очень быстро убили, Санрейм жгут Тейтхантера, ФБЗ дает реведж, живет какое-то время, Феникс не ставит яйцо, ФБЗ пытается убежать, антимаг пытается дать мановой, там оказывается Блэкинг Бар, лассо на антимага, есть копье, копье должно кастов... Чо, кесетка, копье, ладно, все, сделали по красоте. Выкупался Гримстрок, непонятно пока зачем, Микота под формой летает, Но, извините, у Микота за 23 минуты, кроме Блингдайгера, только Мидас, или наоборот. То есть слотов-то и нет, кроме уровня и способностей, ничего он сделать не может в драке. И это 4 в 2. И это еще, учитывая, что Тейтхантер успел лет реведж, он как будто ждал сигнала тиммейтов. Парни, даю реведж, не даю, что делать? Потому что уже почти умер. Антимаг успел подойти, там не конец, да? Я смотрю, телепорт Мирана сбивает, или что там было, я уж не понял. Мирана, видимо, телепорт... Ну, мне кажется, да. Ей сбили телепорт, как я понимаю. Ага, ага, ага. И это суммарно минус 5 от команды Монкаст. Вот прям по сценарию, как я сказал, когда из команд выигрывает драку, так прям масштабно. Спектр выживает здесь, то есть погибает саппорт, и Феникс еще ультимейт не успел поставить. Я прям наблюдаю массовые Блэкинг Бары. Марс, Батрайдер, Феникс. Ну, Спектра, понятно, с Блэкинг Баром очень редко это прям какие-то исключительные игры должны быть, поэтому... И неудримо Блэкинг Бар не нужен. А Тайт Хантера, оказывается, там можно убивать. Казалось бы, он такой жирный. С Крэккеншеллом в 4. Ну, а Марс врывается и дает, конечно, от души урона. Но не без помощи тиммейтов. Про Гримстроков всяких так я вообще молчу, мы видели, что происходило. А так и на ФБЗ. Копьем как-то непонятно, как попасть. В итоге есть сетка, копьё, Ку-Ку поспешил. Убили бы, убили бы, если бы немножко подождал бы Ку-Ку. Но он очень долго ждал. Очень долго ждал, чтобы траекторию выбрать правильную. Абит подлетел слишком поздно. Минус арена, это не так страшно. Она вот-вот откатится. Тайра ваджи еще 40 секунд. Спектр 20 уровень, антимаг 21. Ну и Драмасел продолжает пока играть в такую очень пассивную доту. Продолжает толкать линии. Только вот единственная была по сути драка для него за 20 минут, где он прям прям в прямую пришел и попытался подраться. Как-то вот не пошло. Может быть придется покупать Линкен сферу здесь еще. Я уж не знаю, как Драмасел будет играть. Может быть контрспела ему будет недостаточно. Для того, чтобы просто среагировать и его нажать вовремя. Надо, чтобы команда как-то начала... Ну или просто, чтобы как-то драка началась с инициативы бумов. Надо, чтобы у ДК было БКБ и чтобы Тайдхантер дал реведж. Вот. И тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Потому что, ну... В противном случае очень сложно что-то делать. У Спектра с Кади появляется 20-й левел. А на антимагу не сильно. То есть вот чуть-чуть по Нетворцу проигрывает, но... По эффективности я бы не сказал, что антимаг. Вот именно конкретно в тимфайте, что антимаг готов сейчас конкурировать со Спектрой. Вот с такой вот. То есть на сплитпуше, да, он мощнее намного. На сплитпуше антимагу вот с такими предметами очень тяжело найти как кого-то, кто бы с ним мог сравняться. Так, там в Центре поставили арену. Неужели Гримстро нет? Все-таки в Сеточке я... Хаунд! Зачем? Немноговато для одного Гримстроука. Ну, хотят еще прилететь куда-то, но рядом с Гримстроуком вообще нет ни одного героя. Дримасела только что видели, ну а как его? Вот это плохо. Это неприятно. Гримстроу, конечно, умирает с байбэка. Это приятно, не будет целую минуту. Ну, юхаун-то не будет две минуты теперь. Так что придется пока с драками повременить. Какой пуш. И понятно, там на топе что-то с патрайдером, да? Мирана липы нажимают, уходят. Патрайдер даже не пытается в погоню идти. Мне кажется, что бумы могут это 2 и позащищать. Они как-то боятся подойти. Что удивительно. Позащищать? Да некем особо. Плюнуть можно туда вот. На Тайтхантер и подойти. Ну, плюнуть Драконайтом, плюнуть Тайтхантером. Ирана плеваться могла бы. Надо ждать, наверное, Гримстроу. Вот сейчас вот за очередного Рошана, возможно, нужно будет подраться. Который через минуту может заспавниться. Уже должны быть у Бума в тайминге. И, не знаю, Микота, ему надо ПКБ как-то добить. Прям очень важно. Если Рошан будет позднее, это будет хорошо для Бум. Вот, чтобы можно было дофармить ПКБ на ДК и потом уже вступить в драку. Спанули Мирану. В итоге Мирана пытается сделать телепорт. Ее, конечно же, с легкостью Ку-Ку добивает. А Бисл Блейд у Антимага появляется. Теперь он на сплит-пуш и может самостоятельно... Обрыв, Антимага на Фениксу. Красиво. Прям идеальная реализация Висл Блейда, да? 550 голды кста. О-о-о. Че-о-о. Вот так вот. Точелос 05-550 голды. Тота-2, странная вещь. Да. В том, там эти механики по счету вот это. И они же меняются еще через патч. И то, что там она сделала какие-то гайды, когда-то давно это уже все неактуально. И как там сейчас высчитывается? Да, это был соло-фраг. Один на один. 550. Шесть. То есть, за Антимага в драке дали за стрик из трех убийств 497. Хоть это был не соло-фраг, конечно. Но за Антимага дали меньше. Драки, когда его убили в районе аванпоста команды Монкас. Интересненько. Интересненько. 20 тысяч у Антимага Нетворс. Скади по плану. 25 уровень уже на подходе. Феникс на месте. Рядом спектра. Хаунд готов. Может быть, сейчас будет еще одна драка в формате 5 на 5. И видимость у Антимага. Бесполезная руна. Майнбрекер выбивает Драконайт. Хотя Антимаг пока с этой руны смотрит ситуацию, обстановочку. Можем ворваться, забить на Марс и заеби салтманом выжечь. Как минимум. Необязательно убивать. Без мана оставить. Хантера смотрю в спине. Но пока мне позиция Монкас не очень нравится. Они вот как будто... Окей. Спектра. Прилетает. Пытается убить Драконайт. Какой урон, но... Копье долетает! Драконайт у телепорт отменили. Но Спектра, по-моему, это сама не верит Драконайт. Но, блин, есть. Не спешит его жать. То есть его все равно будут искать. Понимаете, в чем проблема? Монлайт активируется. И какое-то чудо должно произойти. Еще одна копье. Просто вслепую. Или там был Вижн. Как так попали-то? Там же Монлайт в это время работал. Активировано Даст. Даст и не попадает по Миране. Мирана проходит. И убивает за Хаунд Драконайт. Но это неплохо. Могло ведь вообще быть ничего. Так, убили Драконайта. И снова запускается кулдаун на Хаунд. И с плюсов Спектра очень близка к Аганиму. И скоро появится Шадоу Степ. Можно будет прилетать на героев. Точнее, конкретного героя почаще. Кажется, какого-то Гримстроука она просто засолит. В этом и идея. Там мы видим, что такое Драконайта почти засолило. Ты же видел, что с Драконайтом происходило. Если бы не Глимер. Драконайт хотя бы может ТП нажать. А Гримстроук у него слишком мало здоровья, чтобы пережить ТП. Там Башера пока нет у Спектры. Пытаются еще и Тайда здесь подрезать. Прожигают. Заставляют прокнуть Ракеншелл. Антимаг прыгает за Бислом. Пошел Ревоч. Неплохо. Минус Марс. Прокилочка Антимага. А теперь Антимага пытаются убить. Антихлайти контроля на него. Контраспелл нажимает. Блинкаут. Почти что. Есть. Ну все, Антимаг ушел. Антимаг не просто ушел. Он врывается на Абеда. Не ошибка ли это? Ставит яйцо. ФБЗ пытается улететь. ФБЗ уходит. Но Антимаг умер, что самое главное. Слушай, а куда Антимаг ты прыгал? Неужели он реально в атаку полетел дальше? То есть он не назад пошел и вперед. Да, там где-то только на Батрайдерах. Но он в сторону руны прыгнул. А оказалось, что там Батрайдер есть. Но вообще странная идея вот так вот прыгать, где ничего не видно. Когда ты можешь прыгнуть назад. Шанс, что там противник маленький. И хорошо, что еще Тайтхантер ушел. Он там от Супернового чуть не застанился. Немного не хватило ребятам времени. И как тут многовато ошибок на последние 5 минут от команды Пум. Спектра становится слишком опасно. Спектра уже с Аганимом. И вроде как Спектр по Нетворсу проигрывает. Но в драке-то от нее намного больше проблем. Сейчас мы наблюдаем. Рошан появился. О, какие приятные тайминги. Мата стайл тут же активируется. Антимаг выкупаться, я думаю, не будет. Не хочет. Ну а куда там, брат? Там формы. Оп, в шаду, стайп на Микота. Глимер Кейп. Есть тут в центре. И Драгонайт убиваю. Да, Драгонайт. Слушай, какая-то заливная получается. Я так смотрю сейчас. Ну хотя в этот раз это Драгонайт. Окей, я просто вспоминаю Медас. Но в этот раз это Микота с этим Медасом. И что-то вот как-то... Ну прям совсем не то, что от Драгонайта ты обычно ждешь. Ну что, совершенно не то. Как бы решение поставить Антимага в бит с Гримстроком Даблой это решение, которое в принципе окупило себя. Потому что Антимаг оказался на супер фулл фрифарме и в конце концов купил БФ за 13,5 минут. Но ДК получив такую плюс-минус, ну наверное неприятную линию, да, мы не можем сказать, что она прям была для него мега проигрышней. И там еще один шедлустеп, кстати, но в этот раз на Мирану. Вот. Он решил просто выйти в Медас вместо того, чтобы купить Блинка и по кулдауну Реведжа со своей командой и с Гримом, как бы, да, вот с Мираной и Тейтхантером просто выходить куда-то, ну делать какие-то минимальные фраги, там, на Оракли, там, на каком-то, да. Бэтрайдера можно было бы легко убить, пока он там еще БКБ не купил. А он купил Медас, качался, 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 качался. Лемонгаз взяли и там раз вышли, убили, два вышли, убили, вещей каких-то набрали, там, БКБшка на Бэтрайдере, БКБшка на Марсе и, ну, пожалуйста, как бы. И теперь БКБшка на Феникс. И уже ничего не сделает, да. Есть, понимаешь, Терри Феникс будет душить. Феникса слотов мало, но он своим Санрейм. Какой же Санрейм, конечно, скилл классный. Сколько много работы может делать против Тейтхантера, какого-то, в частности, мы видели, как магия его пробивает на ура. Крэгги Кот. Даже непонятно. Ну, можно Ораклу дать. Крэгги Кот. Патрайдам все-таки сеткой. Мне кажется, она сейчас попалейся, она очень много работы уже сделала. Абду. Чтобы телепорт избивать или просто героя останавливать и потом подходить спокойно, лосо выдавать. 7000 перевес. Игра на одного антимага продолжается. Надежда на одного Дримасела. Вот это так видится сейчас на этой карте. Под номером 2. Напоминаю, что если Буму проиграют, то они покидают турнир. Займут в итоге третье место. Даже какие-то деньги заработают. Но в гранд-финале... Эмонкас. Массовые телепорты вниз. Два героя сюда прилетают. Ага. Shadow Step. Классо. Получится любить антимага. Антимаг нажимает манту. Пытается улететь. Блинкаут нажимает в итоге. Есть сразу же Монлайт. Ну и антимага тяжеловато ловить даже. Ну, погоня продолжается, ладно. Погоня-то продолжается. Но слишком маленький кулдаун на Блинк. Марс скоро, может быть, и ворвется. Контер-спел. Брискнули. Было красиво. Но в итоге не получают антимага добить. Не хватает Эбиссел Блейда. Вот, может быть, Спектр зря отказывается от Эбиссела. Бабочка круто. Но доп. контроль на антимага он очень нужен. Так. Мирана найдена. Батрайдер дает сетку. Прилетает снова Спектра. Мирана на липах. Пытается ускользнуть. Но против Спектра убежать. Простых. Еще один телепорт. Но вот раз урона хватило. Абит Биан Годлайк. Счет у него 14-2-8. Преимущество у команды Монкас остается. 7-8 тысяч золота. Хаунд был потрачен. Не будет еще полтора минуты. Но за то, что 2 степа есть. Поэтому точечные атаки с Батрайдером можно теперь давать. А вот тут, кстати, видят антимага. Антимага. Абиссел Блейк не успевает. Среагирует. Здесь Марс. Блинкаут есть. Погоня продолжится. Солосо. Шадоу Степ. Спектр прилетает. Ой-ой-ой-ой. Копье. Еще немного урона. Реведж. Неужели ситуацию изменит? Нет, не изменит. Там сетка, да? Залетела от Батрайдера. Там все залетело. Я не знаю. Там сеточка была точечка в конце. Которая уже казалась, что все, уходи. Вот эта сетка, она так решает со второго тира предмет. А как же он позволяет антимагам подконтролить? Уже который раз аббит этой сеткой убивает такого героя. И тпшки там сбивает. Ну там еще первый спалорок тоже очень сильно зарешал на самом деле. Он прилетел там в самый последний момент. И удалось просто убить антимага из-за этого. Ну 100 секунд без АЭМа. Было 100 секунд. Сейчас осталось 70. Не знаю, если Эмангаз ничего не спушит. Серьезно. Это будет странно. Появляется еще и дезолятор УКУКУ. Он должен подойти там дополнительный дэмэдж по вышкам дать. Ну что. Какие шансы у Бум? Теперь так смотришь. Драка за дракой. Я вообще не помню, когда после раз Бум драку выигрывали. Антимаг, что не врывается. Ну максимум вот этот фраг на Феникс, я вспоминаю. А так, что тут уже не получается за Динабису убивать. Ни Феникса, ни Марса. Ну уж тем более ни Батрайдера, ни Спектру. Оракла вообще никто не трогает. У Оракла 3 смерти. И знаешь, у Марча такой геймплей, мне кажется, очень скучный. У него даже ультимейта особо возможности нет нажать. Я не помню, когда он там ультимейт бьет. Потому что никто никого не бьет. Ну да, да. То есть он бегает. Сколько ультимейтов от Оракла в игре-то было? Ты вспомнишь вообще? Ну таких, которые прям мега жестко сейвили, я, честно говоря, даже не одного. То есть он так лениво, знаешь, ногой нажимает на R. Типа, ну на. Забирает одну сторону. Можно, наверное, остаться. Потому что бабочка доезжает в Спектре. Чекс доезжает в Батрайдеру. Чекс доезжает в Батрайдеру. И нет реводжа еще 40 секунд. Там примерные тайминги должны быть. Ну, как минимум секунд 15 могут здесь мангас совершенно спокойно стоять. ДК жмет форму. Под инсвелом прыгает. Пытается спануть Оракла. Он должен, по идее, Оракла убить. Хороший, кстати, кекс. Прыгает дайд. Реводжа у него нет. Очень много демажа получает АМ. Ставится супернова. Антимаг успеет уйти отсюда. Жмет манг. Котт инсвел уходит. Но тут хаун. А Спектр летит дальше. И Дримасел все-таки уходит. Да, ускользает. Драгонайта, правда, нет. Гримстроук с байбэком. Дайтхантер скоро появится. Реводж. Может быть, ему НК стоит вообще отсюда уйти. Они очень много кнопок отдали. И может быть, не стоит оставаться здесь до последнего. Там стоит пацир еще есть. Ну ладно, парни, дожимайте. Копинал смотреть. Все. Понял, понял. Входите, не входите. Начинается вот это. Начинается за рубежом 100. Да. Ну, Маршин жалил ультимей, кстати, на себя. И этого спасает. Вот так. Опа. Там Мирана. Хекс на Мирана. Монавойт. Оракл снова ультимейт на себя. Дайтхантер с Реводжа. Говорит, парни, может быть, ворваться куда-то, нажать. Но вроде как пока предпосылок нет. Марч солнышко горит. Похоже, умирает. Да. Взрывается от ФБЗ. Идет Инию Дрим за ФБЗ. ФБЗ в Глимеркейфах. Ариена. Реводж. Дримасел. Может быть, получится и Марса убить. Монавойта, правда, нет. Есть Хекс на антимага. Антимем. Под Хексом воюет до последнего. Нажимает БКБ ку-ку. И... Ну, все же надо отходить. Марсаж. Все же надо уходить. Ого, Абит. Опасно. Опасно сел. Хотя у них Хекс лассо сейчас будет. Может быть, интересно. Абит полетел. Контр-спел. БКБ. Антимаг. Лассо. Будет и Хекс. И антимага. Копье убивают. Ну, теперь, похоже, уходить не придется. ГГ. Команда Among Us. В гранд-финале. Бумы занимают третье место. Ну, к сожалению, здесь у них был неплохой драфт. Но вот реализовать они его не смогли. К сожалению, для себя. Ну, они, такое ощущение. Как будто прям мега жестко поплыли. Прям очень жестко поплыли. Ничего не получалось. Ну, в принципе, все равно неплохо. Как бы, я думаю, начинался этот турнир с того, что все думали о том, что вот, команды Among Us явные претенденты на победу. Но в группе они там себя не очень хорошо проявили. И бумы как раз там много хороших карт нам показали. Но в конце концов оказалось то, что Among Us, видимо, пособирали чехлы. И вот у нас они вышли в финал. Будут они играть BO5 противостояние против команды Motivate Trust, да? Да. Это мотивация доверия, да? Мотивировать доверие. Motivate — это глагол. Против команды мотивировать доверие, друзья. BO5 противостояние. Я надеюсь, что пауза не будет слишком большой. Хотя, конечно, ребятки... Будет, будет, будет. Тут все по времени. Нет фоллоу-бай, поэтому пауза будет час. А когда по времени? Три часа по Москве начало. Час. 14.01 у нас. Так что часик мы ждем. Часик в радость, так сказать. Да, так что давайте пока вкусняшки там копить и ждить. Потому что должен быть жаркий матч. Лучшие команды Азии сразятся в формате BO5. Со счетом 0-0 начнется этот финал. Так что уйдем на паузу. Если вдруг фоллоу-бай будет каким-то образом, то я сообщу. Но пока все плей-офф матчи были в формате времени четко. То есть мы ждем ровно час. Все, уйдем на паузу. Давайте через часик на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok